Пока мы молоды, считаем, что учёба в другом городе и вдали от родителей даёт нам полную свободу, ну и, конечно же, возможность распоряжаться своим временем и выбирать свой круг общения. И особенно романтично на первый взгляд выглядит жизнь в общежитии, где всегда много друзей и веселья. Однако далеко не всегда бывает так радужно, как вы себе представляете. И именно с подобной проблемой и столкнулась жительница небольшого китайского городка. Когда девушка поступила учиться в университет, она понимала, что для неё начинается новая жизнь. Но она точно и представить не могла, с чем ей придётся столкнуться. После начала учёбы ей дали небольшую комнату в общежитии, и девушка радовалась, что вместе с ней будут жить также две старшекурсницы. Но уже вскоре она поняла, что дальше так продолжаться не может. А всё дело в том, что ближе к ночи в комнате всегда собиралась шумная компания ребят. Они были постарше, и девушка ничего не могла им сказать. А поэтому каждый вечер начиналось веселье, и она просто не могла уснуть до самого утра, уставившись в потолок. Возможно, кого-то такой вариант развития событий и устроил бы, но она приехала в город учиться, поскольку это был единственный шанс вырваться из глубинки. Да и родителей подвезти она не могла. А поэтому, когда учиться стало совсем тяжело, она попросила коменданта переселить её в другую комнату. Но, как оказалось, свободных мест больше не было. Она слёзно просила, чтобы ей предложили хоть что-нибудь, поскольку учиться жить в таком графике уже нету сил. И буквально спустя несколько дней, куратор общежития решила помочь, однако сразу предупредила, что вариант далеко не из лучших. В общем, была возможность заселиться в отдельную комнату, но она уже несколько лет пустовала, поскольку требовала внутреннего ремонта. И если девушка на это согласится, то считай ключи её. Увидев свою будущую жилую площадь, где ей придётся прожить следующих пять лет, студентка расстроилась, однако другого варианта не было, а перспектива жить одной ей импонировала. Глядя на убогое помещение, девушка согласилась, понимая, что ей придётся приложить усилия для того, чтобы сделать из этого красивые апартаменты. На момент её заселения в комнату она уже давно заросла грязью и мусором. При этом все стены были расписаны странными мазками и надписями. Всё выглядело так, как будто наркоманы в приступе бешенства выводили здесь свои художества. Плюс ко всему сырые разводы на потолке и стенах указывали на то, что скромное жилище не раз подвергалось затоплению. От этого на стенах завелась плесень, которая разрасталась по всему периметру. Но и это было не всё. Мебель выглядела так, как будто по ней ещё вчера проехали экскаватором. Ну а розетки жили своей отдельной жизнью. Что ж, деваться уже было некуда, а поэтому наша героиня взяла себя в руки и начертила на бумаге будущие изменения своей комнаты, после чего она приступила к работе. Первым делом она отправилась в строительный магазин за инструментом и материалами. А когда всё было готово, со стен полетели в мусор, покрытый плесенью обои. Все их следы она вручную отскрестила со стен и потолка. После чего в ход пошла грунтовка и шпатлёвка. Несколько дней ей понадобилось после учёбы, чтобы привести комнату в божеский вид. Ну а когда всё было готово, в ход пошла недорогая белая краска. Конечно же, после проведённых манипуляций, помещение сразу визуально расширилось. Далее, чтобы облагородить облупленные шкафы, дверь и тумбочку, девушка обклеила их, как сумела, с помощью дешёвой светлой плёнки. Не везде вышло идеально, но комната заиграла совсем новыми красками. Имея светлую голову, а также с помощью видео в социальных сетях, девушка даже самостоятельно выкрутила остатки розеток и заменила на новые. Вместо гордо свисающей на проводе лампочки, на потолок встал современный плафон. А чтобы не видеть окошко с решёткой, пусть и заново покрашенное, девушка закрыла его светлой занавеской. Далее стены украсила декоративная сетка, на которую девушка разместила различные фотографии. Ну а постель изменили новые декорированные подушки и постельное бельё. Завершающим штрихом стал приобретённый небольшой светлый коврик и оформление туалетного столика. Плюс она раздобыла новый небольшой рабочий стол и простой, но симпатичный стул. На всё это у неё ушло почти две недели. Но она ни о чём не жалела. Ведь жить ей в этом месте целых пять лет. Даже комендант общежития, когда увидела результат, не поверила, сказав лишь, что у девушки руки золотые. Этими фотографиями студентка поделилась в социальной сети. И что интересно, оказалось, что ранее ничего подобного своими руками делать ей не приходилось. Она впервые держала валик в руках и уж точно никогда не делала ремонт. Но, как видите, у неё всё получилось. Начинать самостоятельную жизнь стоит с того, чтобы научиться что-то создавать своими руками. И если человек умеет работать и улучшать всё вокруг, то он всегда решит любую проблему и обернёт ситуацию в свою пользу. И как же всё-таки приятно гордиться пусть и маленькими, но уже своими достижениями. Друзья, а как вам решение девушки и преображение её комнаты? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. До скорого и пока! Субтитры создавал DimaTorzok